Вы знаете, здесь мы, наверное, должны распределить некое понятие импровизации, потому что и для пианистов, для музыкантов более классического направления, и понятие импровизации, оно более глубокое, оно более художественное, потому что можно и сыграть Нактюн Шопена и каждый раз сыграть его с импровизацией, но это будет импровизация именно концептуальная. Мы говорим, скорее всего, об импровизации вот сценической, именно актерской, и, как правило, эта импровизация, она более реактивная, что ли, и, как правило, потому что она связана с сиюминутным существом на сцене, и часто импровизация может быть нелепой, часто может быть в точку, а вот именно импровизация в классической музыке, она больше подготовлена, скажем так, больше подготовлена. Потому что, если я знаю, что я задумал сделать так, и если я свободен на сцене, то я сделаю эту импровизацию, как будто бы ее никто и не заметил. Но эта импровизация, она больше от прогона к прогону на сцене, именно классического пианиста, она, скорее всего, больше подготовленная, скажем так. Да, как раз сегодня наш дебют в этом смысле, и я даже на репетицию уже понял преимущества данного инструмента. Во-первых, ваши инструменты, они на самом деле очень хорошие, они во многом приближены и к звучанию, и к прикосновению живого звука. Вот. А уж если говорить о театральности, то это очень удобно. Очень я сегодня даже удивился. И в смысле территориальном, и их расположить гораздо удобнее, и звук подстроить гораздо удобнее, вывести, если подробно рассуждать, вывести, подстроить в колонке вместе с голосом, потому что это очень важно. Потому что, когда мы столкнулись именно в каком-то большом зале о существовании, сосуществовании микрофона, голоса в микрофоне и живых инструментов, то для нас, исполнителей, встал большой вопрос именно пианистам. Потому что ударник в силу своей природы, его будет гораздо слышнее нам, пианистам, нежели нам друг друга часто слышно. Вот. А в случае с цифровыми инструментами, это можно вывести в колонки друг друга, мониторы. Ну, вот профессионалы, конечно, поймут, о чем я говорю. Я просто поверхностно об этом имею представление. И тем не менее, преимущества, если говорить чисто технологически, огромные. Да, да, конечно. Вы знаете, ну, насколько я понимаю, то рынок цифрового пианизма, он больше десяти лет, да, даже где-то порядка... Да, но я... Вот в Москве, насколько я понимаю, лет 15 назад я... Вот. И, конечно, безусловно, рост, он очевиден. Очевиден, и поэтому... Это, безусловно, какая-то альтернатива. Альтернатива особенно для занятий каких-то проектов специализированных. Я не буду говорить, что это полностью альтернатива для какого-то серьезного музицирования, именно сценического. Но в ряде проектов – да. Что могу порекомендовать? Ну, во-первых, получать как можно больше эмоций. Не только фортепианных, но и вообще эмоций, связанных с искусством и творчеством. Говорю банальные вещи, но как-то недавно, как бы связано с возрастом. Я это больше осознаю, потому что недостаток каких-то вещей, лишний час, проведенный в музее, лишние два часа, проведенный в театре, лишние два часа, проведенные на концерте классической музыки, симфонической, фортепианной, скрипичной, да какое угодно. Для любого ребенка родитель может найти ту сферу классической музыки, которую родитель может его привлечь. Это раз. А во-вторых, если уже ты встал на эту дорогу, заниматься, да, регулярно заниматься, да, свой график, свой нужно вырабатывать график занятий для ребенка. Для кого-то это полчаса, но регулярно. Для кого-то это два часа, но регулярно. Регулярность очень важна для занятий. И сил физических. Отлично. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам.